Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 17 октября. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Светлана Рудская. Программа «День веков хронограф» поздравляет всех телезрителей, родившихся в этот день, и желает им успехов и всего самого-самого доброго и хорошего. 17 октября родились многие известные люди прошлого и настоящего. Среди них Фридрих Август III, король польский и курфюрст Саксонский, и жену Елки, забританский политический реформатор и мэр Лондона. Французский композитор Пьер Монсеньи и граф Григорий Орлов, русский фельдмаршал, фаворит Екатерины II. Французский мыслитель и социолог Клод Сансимон. Яков Григорьевич Усачев, основоположник науки о резании металлов. Маршал Советского Союза, министр обороны СССР Андрей Антонович Гречко. И американский писатель Натаниэль Уэст. Рита Хейюарт, американская актриса и танцовщица. Сегодня 17 октября, в этот день произошли следующие мировые события. В 1346 году шотландская армия была разгромлена английскими войсками в битве при Невилскроссе. И в 1404 году Папа Римским становится Иннокентий VII. В 1604 году немецкий астроном Иоганн Кеплер начал наблюдение сверхновой звезды, названной впоследствии его именем. И в 1651 году английский король Карл II сбежал во Фрацию, проделав путь через Англию под видом слуги. В 1659 году в Переславле сын Богдана Хмельницкого Юрий подписал с Москвой соглашение, которым регулировалось положение казаков в составе России. И в 1676 году заключен Журавнинский мирный договор между Польшей и Турцией, по которому за последней осталась часть правобережной Украины и Подолье. В 1707 году немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах женился на своей племяннице Марии Бах. И в 1740-м российским царем стал Иван VI. В 1797 году в Кампа Формио Франция и Австрия подписали мирный договор. В 1922-м Великобритания и безработные совершили голодный марш из Глазгоу на Лондон. И в 1933-м вышел в свет первый номер журнала Newsweek. В 1956 году в Великобритании королева Елизавета II открывает первую в мире промышленную атомную электростанцию в Колдор-Холле в северо-западной Англии. К концу года станция будет вырабатывать 65 тысяч киловатт электроэнергии. В 1957-м французский писатель Альбер Камю был удостоен Нобелевской премии по литературе. И еще одним лауреатом Нобелевской премии в 1979 году стала мать Тереза, основательница и настоятельница католического ордена милосердия. Сегодня 17 октября, и теперь мы расскажем вам о тех событиях, которые происходили в этот день в давние времена. 17 октября 1529 года английский король Генрих VIII назначил лордом-канцлером Томаса Мора. Государственный деятель, писатель Томас Мор жил в сложную для Англии эпоху дворцовых интриг, церковного противоборства, мучительного начала буржуазного развития страны. Он получил прекрасное образование и достаточно быстро стал авторитетным юристом. Мор был знаком с интеллектуальным лидером Европы того времени, Эразмом Артердамским. В 1518 году Мор принял предложение поступить на королевскую службу. Через три года стал помощником казначея королевства и был посвящен в рыцарское звание. В 1523-м его избрали спикером палаты общин, а 17 октября 1529 года Мор стал лордом-канцлером. Стоит заметить, что это небывалый случай в истории Англии, ведь Томас Мор не был высшим церковным иерархом и не принадлежал к высшей аристократии. В июле 1535-го на основании лжесвидетельства Мор был признан виновным в государственной измене и вскоре обезглавлен Блистауэра. Подходя к плахе, он сказал, что умирает, как добрый слуга короля, но в первую очередь Бога. В историю Томас Мор вошел прежде всего как актор знаменитой утопии. В первой части книги осуждаются многие пороки современного ему общества. Сатирически описываются нелепости законов того времени. Вторая часть – рассказ путешественника Рафаэля Гитлодея об идеальном общественном устройстве, которое он обнаружил на далеком острове утопии. Мор развивает в этой части книги идеалы социального равенства и справедливости. Его произведение положило начало новому жанру социальной утопии. Многое из сочинений Мора в дальнейшем использовалось в социалистической и коммунистической литературе. Одно из высказываний Томаса Мора – «Все мы ценим добро, лишь теряя его невозвратно». 17 октября 1604 года на территорию России вступили войска Лжедмитрия I, политического авантюриста и самозванца. Он выдавал себя за якобы спасшегося от смерти царевича Дмитрия, сына царя Ивана IV. Лжедмитрий I выступил претендентом на русский престол и был поддержан польскими и литовскими магнатами, а также польским королем Сигизмундом III, которому Лжедмитрий обязывался отдать Северскую землю и Смоленск. Самозванец тайно перешел в католичество и обещал Ватикану подчинение русской православной церкви папской власти. Осенью 1604 года Лжедмитрий I с отрядами польской шляхты и казаков-турксов в пределы России и, используя антифеодальные выступления крестьян и казачества, а также недовольство бояр-политикой царя Бориса Гуднова, в июне 1605 года занял Москву. Однако крепостнический характер внутренней политики Лжедмитрия I и антинациональная внешняя политика вызвали недовольство самозванцам среди широких слоев населения. В результате инородного восстания в Москве во время празднеств по случаю брака с Мариной Мнишек Лжедмитрий I был убит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова